Решил как-то раз из себя прокачать компьютер, но в итоге компьютер решил, что он прокачает себя сам, набив морду различным биткоиновым монстрам. Поэтому, ребята, сегодня будем играть в игрушку под названием Тап-Тап Компьютер. С вами, как обычно, Кристалл. Продолжаем. Ну и наша задача довольно простая. Мы должны набивать морду вот этим монстрилом. С них будут падать биткоины, мы их будем зарабатывать, а потом эти монетки, получается, мы потратим на апгрейд нашего компьютера. Получается, всё довольно просто у нас, но это долгий тернистый путь, скажем так, этой прокачки. Поэтому, ребята, лайком поддержите, если вы захотите увидеть максимальную раскачку нашего компьютера. Тем более, что я уже как-то раз играл в эту игрушку, но не прокачался там до самого максимума. В этот раз я хочу до самого-самого максимума прокачаться, поэтому поддержите лайком и обязательно это мы с вами устроим. Ну и для того, чтобы стать самым сильным компьютером, нам нужно нафармить как можно больше биткоинов, при этом завести себе также напарников, которые будут нам помогать. И первое, что нам поможет, это старая пушка, которая будет стоять на полочке и отстреливать также противников. Но при этом мы будем сами также усиливаться, понятное дело. Будем тратить на это биткоины и становиться мощнее. И также здесь различные есть способности, но мы потом на них доберемся. Нас сейчас интересуют сами по себе системные всякие корпусы, которые позволят нам стоить сильнее прокачивать всё больше и больше. Тем временем компьютер у меня уже обзавелся неплохой мощью, но напарников нам не хватает. Поэтому давайте наберём себе наполнительно пушечек, пускай стоят и обстреливают. А также нужно будет поднять силу своего персонажа, понятное дело, своего компьютера. А то он по 53, конечно, лупит, но хочется-то ещё больше, чтобы он прям вообще всех разносил. Поэтому для этого зайдём в компьютер, посмотрим, сколько сейчас нас стоит повышение уровня. Но на один раз хотя бы хватило. Кстати, в следующей системе сколько у нас стоит, это надо будет его найти, где ты здесь находишься. Помню, какие-то загемы будут у нас. Но также можно, конечно, просто запчасти прокачать. Можно увеличить урон за счёт того, что потратим немного даймонов. Даймод я пока сэкономлю, а чуть-ка попозже мы их потратим на более понятные, на более нужные вещи, чем сейчас покупать себе апгрейд на силу клика. Всё равно разница не будет практически ощущаться. Кстати, босс-блокнот, давайте его размотаем сейчас. А, и... Получим кучу денег и, возможно, перейдём на следующего босса. Сейчас пока что босс это чисто блокнот, мы уничтожаем потихонечку с вами софт. Так, тем временем пришло время всё же системник нам обновить, поэтому покупаем наверняка себе следующий. Так, условия разблокировка возможна, да, всё. Открываем себе следующий системный блок и стали мы немножечко сильнее. Сколочки уже наполнены энергией, да? Так, и также у нас есть ещё и фигурка новая, поэтому покупаем себе танк МК-1, а дальше уже будет сам он танк 2.85Ашки. Он стоит, поэтому не дешёвый такой апгрейд будет у нас, когда мы фигурку себе новую возьмём. Но пока что просто прокачаем хотя бы скиллы себе. И здесь появился теперь ускоритель и охлаждение. У нас увеличит урон за клик, а это делает автоклики нам по итогу, что также довольно неплохо. Так, давайте тогда нафигачим следующих чуваков, хотя урона у меня опять же не очень-то много, но в принципе хватает, чтобы пробивать этих ребят. Но уже становится тяжеловато сражаться с противниками, поэтому надо бы уже снова зайти в апгрейд. Все же деньги у меня уже появились. А поэтому сейчас с вами закупимся новыми фигурками. Когда победим ещё хотя бы парочку монстров, всё же нужно побольше денег. Снег, всё готово, такси. Заходим в фигурки, нас появился сам он танк, покупаем его. И следующий это тигр танк, только он стоит 13 ашек, у меня пока столько нет. Поэтому пускай и не стоит хотя бы. Ну в принципе даже в автомате тоже неплохо настреливать. Не сказать, что прям это мега гигантский самый крутой урон. Но в принципе также тоже неплохо. Кстати, если мы прокачаем фигурку, например, самую первую до 10 левела, у неё возрастёт урон. Что очень важно, потому что каждая прокачка старых наших всяких этих пушек и не старых пушек даёт определённый бонус в зависимости от того, какой у нас уровень будет у этого оружия. Например, если эту пушку до 10 докачаем, то у нас сила клика вечно на 5%, что в будущем, понятное дело, даст огромные нам цифры. Так, и давайте-ка прокачаем сам системник, чтобы он нас атаковал побольше. Так, кстати, в следующем условии надо до 20 уровня дойти, чтобы у нас открылся новый системный блок и более мощный. Слушайте, ну урон хотя бы стал поприятнее. Это заметно, думаю, не только мне, но и вам также. Так, и нам предстоит дальше фигачить целую аромату этих монстров. О, котейка появился, давай фигачь котейку. Так, и босс-калькулятор. Справлюсь я с ним или нет, не знаю, но думаю, что я успею накликать. Хотя, скоро у меня палец, конечно, отвалится, но, в принципе, если посмотреть по времени, то можно особо даже и не торопиться, по идее. А сейчас мы разнесем этого калькулятора и получим с него также немножечко баблишко. Сколько я получу? Получили 9 ашек. Так, ну и нужно до 20 левела дотянуть. Ну и тем временем осталось дойти до 21 уровня, и мы откроем с вами новый вид системника, который будет четко помощнее. Только нужно победить сначала всех всю эту армаду врагов, которая перед нами встала. Ну, всего 3 противника нам еще осталось. 2, считайте, противника. Сейчас мы их завалим, босса пройдем, и у нас обновится наш системник, чего мне очень хочется. Ух ты, мы против сапера сражаемся! Никогда тебя не мог выиграть! Получай! Так, на максимальной сложности никогда не получалось, на самом деле, сапера. Но я не то, чтобы ставил себе цель выиграть ней, просто я, может, там раз в какое-то время заходил. Вот. Так что да, дизлайк, отписка за то, что сапера не проходил. А вы проходили сапера? Напишите в комментариях. Так, ну мне хватает, по идее, на фигурку новую, но меня интересует, конечно, корпус. Финальный урон увеличен на 1%. И вот он уже с красными кулаками, такой более дерзкий, мощный, да? Так, а следующий у нас будет уже за 35 уровней. Надо будет 35 левелов пройти, тогда мы уже его откроем. Но сначала купим себе Тигр Танк. А дальше ПВО. Я почему-то сначала Пиво прочитал, но... Это ПВО у нас получается. Так, и нужно прокачать старенькие танки хотя бы до 10 уровня, так, чтобы урон фигурок сам по себе увеличился. И они более-менее фигачили сами по себе неплохо. Так, сколько они будут бить теперь? Ну... Слишком слабо. Надо их сильнее качать, понятное дело. Так, давайте пока что эту фигурку прокачаем. Так, нужно 25-й, 50-й уровень если прокачать, то вырастет общий урон. Поэтому было бы даже неплохо докачать, но это достаточно сложно. Нужно набивать больше валюты и тому подобных. Кстати, у нас появилась новая способность. Эверклок, это у нас что? Так, это у нас повышает урон всех фигур, кстати говоря. Довольно неплохо, это мне нравится. Надо будет накопить такую сумму, понятное дело. Разберемся, в общем. Ну что, вот раз сумму себе побольше накопил, значит можно купить себе новые фигурки. И это у нас, понятное дело, ПВО. Дальше даже хватает на Т-62. Давайте его возьмем. И на последний М1 данк мне не хватило. Ну и ладно. Так, что у нас там есть еще? Я бы хотел себе прокачать вообще в целом урон. Какой-нибудь общий урон клика и тому подобное. Мне бы общий урон прокачать. Ладно, давайте докачаем хотя бы старую пушку. И урон у всех возрастает. После этого так еще можно эту пушку докачать. Сразу и 55 даем. У нее урон возрастает на 1000%. Поэтому сейчас мы по всем так пройдемся. Пока у меня деньги, понятное дело, не кончатся. Так, до 42 урона дошел. Общий дроп монеты увеличится на 6%. Если мы его докачаем, было бы неплохо. Так, и пушки уже, ну, посолиднее. Хотя бы фигачат. А то до этого они как-то били. Но не особо было вообще похоже, что они хоть что-то наносят. Так, улучшить фигуру. Давайте улучшим. И... У нас, получается, ну, дела поприятнее. Пошли, конечно, мы еще сами урон можем наносить. После этого так вообще все шикарно пойдет. Но, в общем-то, нужно доходить до 35-го левела. Потому что хочу открыть себе новый корпус. Стать немножечко мощнее. Ну что, я уже почти до 35-го дошел. Уже 30-й уровень нас пройден. Поэтому осталось совсем немного, чтобы открыть новый корпус. Но давайте купим себе новую фигуру. Катус М1 танк. А дальше уже реактивный самолет за 23 бэшки. Это вроде как у нас уже следующая полка начнется. Вторая будет заполняться. Что ж, здесь у нас уже все полностью заполнено. И дальше нужно будет докачать вообще в целом что-нибудь, что будет нам прям хороший бонус давать. Что будет наносить прям огромный урон. Ну, все такое дорогое. Ты вроде покупаешь, а... Прогресс идет еле-еле. Так, ну ладно, давайте докачаем этот танк. У него бонус хороший, который... Это общий урон фигуры добавляется к моему клику. Поэтому можно все остальные также прокачать немного. И на все деньги давайте докачаем, что у меня там есть. Вообще все потрачу деньги, что у меня остались. Так, и получается, сколько у меня клик стал сильнее. Ну, чутка посильнее стал. Но не сказать, что прямо ощутимо. Так что я сейчас всех размотаю прям с одного там удара и того подобное. Пока что не особо похоже. Я, конечно, могу купить себе крутые некоторые детальки. Но пока что я не буду их брать за даймонды. Можно просто взять себе некоторых усиливалок. Но я хочу взять их попозже, когда это будет более востребовано. Для нас, когда я уже накоплю прям реально серьезную такую сумму. И там уже можно будет реально проворачивать такие вещи. Поэтому, когда накопим, тогда и купим. И 35-й дайвел уже совсем близко. Осталось немного еще. И мы с вами станем прямо ультра крутыми. Так, и где у нас там реактивный самолет уже открылся? На боевой вертолет мне пока не хватает, к сожалению. Сколько, кстати, урона? 586 у нас получается. Нифига себе один самолет сколько урона дает. Может таких несколько купить? А давайте купим их несколько. Посмотрим, сколько урона будет тогда прилетать. Если будет стрелять у нас наш самолет. Но не так много, я ждал больше. Зато вторая полочка у нас уже открыта. Кликом я пока что наношу гораздо больший урон. Гораздо более красивый, скажем так. Так, и у нас сейчас будет снова суровый босс. Надо будет его победить. И тогда у нас будет открыто что-то новенькое. Хотя нет, стоп. На 35-м у нас не откроется. Надо на 36-м уровне у нас уже будет открыт новый корпус. Который будет чутка посильнее, чем наш текущий. Чего очень хочется увидеть. Ну и все, практически победа у нас. Сейчас добиваем его и должен быть новый у меня системник. Давайте посмотрим. Так, с кастомайзинг заходим. И так, не сюда. Нам дальше нужно проскролить. Вот он. Очень похож, кстати, на компьютер, который как-то раз у меня был. В моей жизни, скажем так, был. Примерно у меня где-то такой системник. Один из первых компьютеров. Хотя, конечно, самый первый системник у меня вот такой был. Потом даже, наверное, такой. А потом вот такой где-то. Что-то такое было. Хотя я не помню. А как у вас вообще это было? Какие у вас были системники? Похоже они на те, что были в игре или нет? А в общем, ребята, если игрушка понравилась, захочется продолжения, поддержите лайком. Более тысячи равно продолжению. Поэтому лайк ставь, и мы поиграем еще. С вами был Кристалл. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Скоро с вами снова увидимся. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok